В 90-х годах Непальский колледж являлся первым белорусским филиалом высшего учебного заведения за рубежом. Тогда Полоцкий госуниверситет стоял у истоков создания колледжа и активно курировал его, участвовал в учебном процессе. Позже Контепурский инженерный колледж стал самостоятельным учебным заведением и сотрудничество стало не таким активным. Сегодня у Контепурского колледжа возникли предложения по углублению сотрудничества и переход этого колледжа на другой, более высокий уровень. И эту помощь Полоцкий государственный университет, в общем-то, как родитель, обязан им оказать в плане подготовки второй ступени образования магистратуры и третьей ступени аспирантуры. В прошлом году я сюда приехал, и в прошлом году у нас был ректором разговор об обмене учебы, и наши студенты тоже, некоторые хотят сюда поступить на бакалавра, магистратуру, а еще на аспирантуру тоже. Наиболее интересны непальским студентам специальности инженерно-строительного факультета. В этом направлении планируется активное партнерство. В ходе встречи с Контепурским инженерным колледжем было подписано соглашение о международном сотрудничестве в вопросе продвижения образования, науки и культуры, а также налаживания тесных дружественных связей. В составе делегации из Непала, помимо председателя колледжа, приехали директора непальских строительных организаций. Некоторые из них проходили обучение в Полоцком госуниверситете. После окончания института я вернулся домой, в Непаль, и там мы много лет сейчас уже работаем строительством в Непале. Сейчас я создал свою фирму, мы сейчас прекрасно работаем, мы здесь получили хорошее образование. Вот с этой помощью мы могли стране построить сейчас много электростанций, много дороги. Полоцкий госуниверситет еще со времен Советского Союза является одной из образовательных площадок подготовки иностранных студентов. И учитывая сегодня демографическую обстановку в Беларуси, планируют и в дальнейшем развивать международное сотрудничество, обучая граждан из других стран. Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, Вектор ТВ